Дом Анатолия Коваленко находится в 300 метрах от места аварии. Взрывной волной ему разбило окно. Владимир Мажиенко – сын женщины, которой в огород попала часть цистерны. Жилье находится вблизи железной дороги. Люди переживали. Горение газа скажется на здоровье. Санстанция провела повторный анализ воздуха и почвы. Опасности для здоровья жителей поселка Ленина нет, заявил Василий Лазарев. Провели исследование на содержание углеводородов в районе жилых домов по обеи стороны. Также провели исследование воздуха на удалении 100-200 метров и вдоль дороги по автомобильной дороге. Никаких превышений и даже вообще не определялось. Как сообщили в Красноармейской районной администрации, никто из 146 жителей Ленина с жалобами на ухудшение здоровья в больнице не обращался. Но ситуацию власти продолжают держать на контроле. То есть в период аварии часть газа вытекла под лед, впиталась в землю. На сегодняшний день проводится работа по анализу воздуха вокруг места аварии и в населенном пункте. И в связи с этим таким же образом и строится график выполнения работ. То есть если есть загазованность, если температура воздуха повышается в атмосфере, естественно выделение газа увеличивается и работы прекращаются. На самом месте аварии работы продолжаются. Как сообщили в пресс-службе железной дороги, на рельсы уже подняли 12 вагонов. Цистерны поднимают с помощью кранов. Они расположены на восстановительных поездах. Всего их здесь три. Круглые сутки тут работает более 150 железнодорожников. Напомним, авария произошла 2 февраля. С рельса шло 26 цистерн. Две взорвались, еще пять загорелись. Железнодорожникам осталось поднять на рельсы 14 вагонов. Игорь Тарасевич, Артем Молчанов, Панорама.